Я слышал одну фразу, которую считаю самую смешной от политического деятеля. Михаил Сергеевич Горбачев, когда в свое время посетил завод в Тольятти, выпускающий «Ладу» и «Жигули», сказал, и поверьте мне, через десяток лет это будут машины лучше «Мерседесов». Вот смешнее этого я не слышал ничего. Я тогда уже смеялся, хотя это грустно больше, чем. Почему? Я не знаю, как в будущем, но, наверное, в жизни нашего поколения и то, кто идет за мной, этого не произойдет по одной простой причине. Сейчас ты сам будешь отвечать на эти вопросы. Вот есть у нас 100 рублей. Мы должны сделать машину. Мы ее начинаем делать, и все рассчитано на эти 100 рублей. Но так происходит, что становится все дороже, и мы в эти 100 рублей не укладываемся. И что же нам делать? Достать негде. И тогда за счет чего мы начинаем экономить? Я думаю, только мы так поступаем, поэтому у нас ничего путного быть не может. Мы начинаем экономить на удобстве, на сервисе, на амортизаторах, на мягком, удобном сиденье. Мы на этом начинаем экономить, и в конечном итоге выпускаем то, что ни с чем не может конкурировать. Вот пока мы будем экономить на собственных удобствах, мы всю жизнь будем жить за счет того леса, который сам по себе растет, его можно продать и купить то, что сделали другие, потому что они экономили на чем-то другом, а не на удобствах. на них нельзя экономить. Вот мне кажется, поэтому путного сами для себя мы ничего не создадим. Пока что. Может быть, те, кто сегодня подрастает, будут намного умнее нас. И пойму, что все надо делать для человека в тот момент, когда он живет, а не ради какого-то странного эфемерного будущего, особенно такая, мне кажется, негадейская в какой-то мере фраза. Все во имя детей. Знаешь, какая глупость? Человек достал где-то деньги. Строит себе домину. Ужас. И когда его спрашиваешь, зачем тебе такой дом, зачем тебе 48 комнат, у него источный ответ для детей. Понимаешь? И он делает вид, что он не понимает, что когда дети вырастут, да им нахрен не нужен будет этот дом. Они его уже с детства ненавидят. Они построят себе что-то другое. Они будут в съемных квартирах. Они вообще уедут в другие страны. Они это, может, уже никогда не продадут, потому что это не будет в цене и так далее, и так далее. Понимаешь? Вот это вот... Ой, какие мы странные. Я думаю, что постоянно будем использовать то, что легко можно продать. А легко продается то, что не нами создано, а Господом Богом. где мы не затратили ни йод и труда, чтобы это было наше. Да, мы добываем это, тем самым убивая другую часть природы. Я думаю, это навсегда. Ну, так... Так говорит история. Может быть, мы не успели чего-то создать. В то время, когда мир создавал, может быть, этот переход от крепостничества до развития фабрикантов у нас был сплющен. Может, все, что хорошее возникает, мы как-то вытаптываем. Моя мама говорила замечательно. Когда мы что-то вкусное где-то покупали, пробовали, мама говорила, ты даже не представляешь, какие были булочки при НЭПе. Понимаешь, кому мешали эти булочки? Но НЭП надо было уничтожить. Было это политически правильное решение? Была это необходимость? Я не знаю. И ответа на этот вопрос я еще никогда нигде ни у кого не получил. Просто странные мы, мы очень странные. Помнишь, у Горького в пьесе замечательная фраза. Странный человек пришел. У меня всегда, когда я слышу эту фразу, кажется, сейчас войдет толпа нашего люда. Странные мы. Не знаю, я думаю, я думаю, это будет всегда. Это все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...